Добрый день! Вы на канале Мирдин, я по-прежнему жив и сегодня решил рассказывать вам кое-что о книгах. Наверняка многие из вас в 15-17 лет мнили себя поэтами. Для большинства наверняка это юношеское увлечение оказалось и первым в жизни разочарованием. Я в том числе из вашего числа. Но представьте себе поэта, который в столь юном возрасте превзошел всех своих собратьев по Перу, опередил свое время на 30, а то и 50 лет, было непонято отвергнут своими современниками, а затем и сам отверг поэзию. Я говорю, конечно же, о короле поэтов, дикаре, неиспровергателе кумиров Артюре Рэмбо. Артюр родился в маленьком захолустном городке на севере Франции, в Шарлевиле в Артенах. По сути, это большое кладбище французских и немецких солдат. Артенские горы и леса ограничили и с Бельгии, и с Лотаринки, и потому веками будут плацдармом для больших и малых войн. Из военных был и отец Артюра, капитан, ослуживший 6 лет в Алжире, получивший орден почетного легиона. Отца будущий поэт почти не знал. Тот очень быстро забросил семью и вернулся к военной службе. Воспитывала Артюра авторитарная и достаточно приземленная мать. Мадам Кьюив, или вдова Кьюив, как она сама себя называла, при живом муже. Артюр прилежно учился, получал хорошие оценки, воодушевленно занимался латынью, и буйство характера, унаследованное от отца и предков, умело прятал под маской смирение. Вот он на фотографии, ему всего 12 лет. Он готовится к первому причастию, и совершенно непонятно, что творится в голове у этого мальчугана, какую ненависть он лелеет к школе, к начальству, к матери, к церкви. Зато об этом он сообщит годы спустя в стихотворении «Семилетний поэты», «Les поэтs de sept ans». Стихийный поэт действительно начинает писать очень рано. Не в 7 лет, правда, а в 14, и не на родном французском поначалу, а на латыни. Свои успехи в этом языке он обращает себе на пользу, пишет сочинения богатым ученикам. В 15 лет Рэмбо уже публикует в известном парижском журнале, этот успех скружит ему голову, и он решает бросить учебу. Начитавшись отверженных Гюго и романтической поэзии, Артюр мечтает сбежать из родного города и жить бродяжничая, ночуя под открытым небом. Родному городу, который Рэмбо ненавидел, он посвящает редкие строки. Чтобы убежать в Париж, Рэмбо нужны знакомые. Поэтому он пишет редактору крупного поэтического журнала «Современный Парнас» Теодора де Банвилю. К письму приложены два стихотворения «Офелия» и «Солнце и плоть» – довольно сильные работы, но старый мэтр их не оценил. Этот отказ сильно ранит Рэмбо, и впоследствии Банвилю он будет называть не иначе, как старым дураком. Постепенно происходит разочарование в романтической поэзии, стихи самого Рэмбо становятся все более трагичными и ироничными. По сути, он проходит тот путь, который прошла французская поэзия за полвека, только всего за полгода в свои 15 лет. В конце августа 1870 года, в самый разгар франко-прусской войны, Рэмбо, пытаясь пробраться в Париж, попадает в тюрьму. Там он узнает о том, что император попал в плен, что французы разгромлены, а Парижане подняли восстание и пытались установить собственную республику. Поэтому, освободившись с тюрьмы, он вновь сбегает из дому, путешествует по Бельгии, ночует под открытым небом, побирается, ездит зайцем на поездах и пишет все новые и новые стихи. Ему всего 16, но дух скитаний уже поразил его. В это время германские войска осаждают Париж. Симпатии Рэмбо, как и его кумира Верлена, на стороне парижской коммуны. Но восстание обречено на поражение. При этом коммунаров будет расстреливать собственное французское правительство, подписавшее позорный мир с Германией. Незадолго до восстания, в марте 1971 года, Рэмбо окажется в Париже. Еще раз он там побывает и во время власти коммунаров. Им же будет посвящать свои первые стихи. Путешествуя по дорогам Франции и Бельгии, Рэмбо воочию видел ужасы войны. Он то и дело натыкался на кордоны немцев и французов, требовавших с него пропуск. Видел места недавних перестрелок, где еще не успели убрать трупы. Даже родной Шерлевиль превратился в зону эвакуации раненых, а знаменитая седанская катастрофа, в которой был пленен Наполеон III, произошла всего в 20 километрах от родного города. Этим впечатлением посвящено одно из самых ярких пронзительных стихотворений раннего Рэмбо «Le dormeur du Val», «Спящий в ложбине». Где в пятнах зелени поет река порой, И гриво за траву серебряную пеной цепляясь, Где рассвет над гордою горой горит, И свет парит в ложбине сокровенной, Спит молодой солдат, открыв по-детски рот, И в клевер окунув мальчишеский затылок, Спит бледный, тихо спит, пока заря встает, Пронзив листву насквозь до голубых прожилок. С улыбкой и зябкой он крепко спит, Точь-в-точь больной ребенок, Как продрог он в эту ночь, Согрей его земля в своих горячих травах, Цветочный аромат его не бередит, Он спит, и на груди его рука лежит, Там с правой стороны, где два пятна кровавых. Новое поражение, новое разочарование на сей раз в революции, в политике. Осознание невозможности построить социальную утопию на этой грешной земле Приводит Рэмбо к новому изменению в стиле. Теперь социальный и политический контекст навсегда уйдет из его поэзии, Его призвание отныне только искусство. Поэзия Рэмбо – это импрессионист в стихах, Он легко и точно может передать музыку, цвет, аромат, ощущение, Не прилагая никаких усилий, не усложняя слога. В листве шкатулки зелени живой, В листве в цветущем золоте, в котором спит поцелуй, Внезапно облик свой, являя над разорванным узором орнамента, Глазастый фавн встает. Цветок пурпурный, откусив со стебля, Вином окрасив белозубый рот, Хохочет тишину ветвей колебля. Лето 71-го года – один из самых продуктивных периодов творчества юного поэта. В июле Рэмбо пишет знаменитые письма провидца своему учителю, в которых он говорит о том, что работает над тем, чтобы стать поэтом, хотя его стихи уже и так безумно оригинальны. Он окончательно бросил школу, работает в местной газетке, но нигде не задерживается подолгу. Главное призвание Артюр видит именно в поэзии. В августе он пишет свое основное знаменитое произведение – маленькую поэму «Пьяный корабль». В этом почти автобиографическом произведении Рэмбо рассказывает о корабле, оставшемся без команды, без капитана. Именно таким кораблем, скитающимся по безбрежным водам океана, хочет стать и сам Артюр. Он хочет воочию увидеть все эти тропические, экзотические чудеса, которых он пишет. Его слог насыщен, дерзновенен, библейские античные отсылки чередуются там с вещами низменными, а пафос бунтующего героя романтика сменяется отчаянием цинника, человека, потерявшего все. Я знаю небеса, сполохах и глубины, и водоверть, и смерч, покой по вечерам, рассвет восторженный, как вылет голубиной, и видел я подчас, что мнится морякам. Я видел низкий взорь, пятнистые пожары, в лиловых сгустках туч, мистический провал, как привидение из драмы очень старой, волнуясь чередой, завалом веял вал. Я видел снежный свет, ночей зеленооких, лапзанья долгие, медлительных морей, и ваш круговорот, неслыханные соки, и твой цветной огонь, о форсфор-чародей. В августе того же года Рэмбо решается написать своему кумиру, поэту Полю Верлена. На этот раз ему везет. Тот отвечает и даже присылает денег на дорогу. Артюр приезжает в гости к поэту, однако жена Верлена вовсе не рада. Этот молодой человек не обучен манерам и намеренно ведет себя, как заносчивый деревенщина, не чистит обуви, дымит трубкой в лицо собеседнику, ходит во всем грязном, матерится и хамит всем подряд. А вот сам Верлен в восторге от найденного провинциального самородка. Целыми днями они кутят по парижским кабакам, в неумеренном количестве употребляя псент. Существует множество спекуляций на тему отношений Рэмбоя, Верлена, даже был снят безвкусный фильм с Ди Каприо на эту тему. Правда в том, что об этих отношениях, как и о своем поэте, мы ничего не знаем. Современному человеку нравится копаться в грязном белье гениев, ему кажется, что узнав или выдумав какую-нибудь пошлость о непонятном и загадочном Титане, он низведет эту величину до своего уровня, и тайна, ослепительный свет, который ему нестерпим, перестанет так беспокоить его. В Париже Верлен вводит его круг поэтов-бунтарей, Вильям Бонон, плохих парней, на вечерах которых собирается весь цвет тогдашней поэзии. Рэмбо грубит там своему былому кумиру Бонвилю, пытается соперничать со Стефаном Маларме, съезжает на квартиру к Шарлю Кро, когда у жены Верлена заканчивается терпение. Помимо абсента, Рэмбо балуется Гашишем, воспетым еще Бодлером. Помимо этого, он продолжает вести себя крайне дерзко и создавать образ дикаря и полубезумного. Половина историй, которые рассказаны в его биографиях, являются его собственными анекдотами. Все это буйство привело к скандальной драке. Рэмбо на одном из поэтических вечеров ранил кинжалом своего друга, фотографа и поэта Этиена Каржа, автора одного из трех сохранившихся фотопортретов Артюра. После этого Рэмбо бежит домой, не дожидаясь проблем с властями, а в наследство от буйного парижского периода нам достается картина Фонтен-Латура «Угол стола», где изображены плохие парни и в их числе Рэмбо с Верленом, а также сборник стихов Артюра «Дерниер вер» «Последние стихи». Сияньем лунным даль песчаная размыта, Вот кони бледные, и всадники на них, Окрасив кровью лбы во тьме небес ночных, Несутся по камням и лязгают копыта. После этого Рэмбо и Верлен уедут в Лондон, где будут влачить нищенское благолодное существование. После Лондона они вернутся в Брюссель, где наступит неожиданная развязка. Дело в том, что стихов Рэмбо не публиковали, несмотря на то, что он был знаком со всей парижской богемой, было опубликовано всего одно раннее стихотворение – «Вранье». Те гроши, которые у Рэмбо есть на жизнь, он вытягивает из пьющего и неуравновешенного Верлена. В конце концов, в 1973 году Верлен не выдерживает. Они с Рэмбо в Брюсселе, Верлен покупает пистолет и дважды стреляет в Рэмбо, один раз мимо, другой раз в кисть. Верлена арестовывает. Его сажают в тюрьму на два года. Мало того, что он иностранец и бывший коммунар, так еще эти отношения с Рэмбо двусмысленные. Слухи об их связи распускает жена Верлена. Рэмбо излечивается, возвращается к себе на ферму, но ненадолго. Для него наступает пора скитаний. Ему 19, он пишет последние два сборника своих стихов. Пора в аду, который он посвящает своему кумиру и бывшему другу Верлену. И озарение. Все последующие годы он не напишет больше ни одного стихотворения и будет скитаться по Европе. Германия, где он будет работать в цирке и пропутешествует по Скандинавии. Италия, он дважды перейдет через Альпы. Иногда он путешествует пешком и идет многие-многие километры. Дважды он пытается отплыть в Египет. Один раз заболевает и через Италию возвращается домой. Второй раз удачно. В Александрии он нанимается прорабом на стройку на Кипре, где останется следующие два года. Еще до этого его влекло в экзотические страны. Так в Роттердаме он нанялся наемным солдатом на голландский корабль, который шел на Яво, отслужил там несколько месяцев, потом дезертировал и вернулся в Европу. Вот и теперь его все больше манит Восток. Он обривается на лосо, начинает носить турецкую одежду, учить арабский и читать Коран. Вот одна из рисовок, сделанных другом Рэмбо в этот его период. Его совсем не узнать. Как будто бы исполняется его собственное предсказание. Мой день подошел к концу. Я покидаю Европу. Морской воздух прожжет мне легкие. Солнце неведомых широт выдубит кожу. Я буду плавать, валяться по траве, охотиться и само собой курить. Буду хлестать крепкие, словно расплавленный металл напитки. Так это делали, сидя у костра, дрожайшие мои пращуры. Когда я вернусь, у меня будут стальные мышцы. Загорелая кожа, неистовый взор. Взглянув на меня, всякий сразу поймет, что я из породы сильных. У меня будет золото. Я буду праздным и жестоким. Женщины любят носиться с такими вот спирепыми коллегами, возвратившимися из жарких стран. Я буду спасен. В Европу Рэмбо вернуться не может. На Кипре он переболел возвратным тифом и теперь ему кажется, что ему не выжить в холодном и сыром климате Франции. Но и на Кипре оставаться он тоже не может. Когда его перевели работать на каменоломню, он поссорился с одним из рабочих и швырнул в того камнем, случайно убив. Теперь он бежит с Кипра, и бежать ему можно только на Ближний Восток. Так он оказывается в песках Аравии, а затем и в Африке. Дух с Китанией приводит Рэмбо в Абиссинию, а потом в Эфиопию. Там он торгует с местными народами, обменивая европейские товары на слоновую кость и кофе. Он организует вылазки экспедиции в дикие неосвоенные районы Сомали, и даже пишет доклад об Агадане, который будет зачитан в французском географическом обществе в 1883 году. Дело в том, что на родине Рэмбо становится более или менее известен. Его друг Поль Верлен публикует некто его стихотворение и пишет статью, где называет себя Стефана Маларме и Рэмбо проклятыми поэтами, то есть поэтами-отверженными. Но Рэмбо его литературная слава уже не интересует. Его интересует лишь жажда наживы. Он хочет заработать денег и не хочет даже слышать о своих юношеских потугах. В середине 80-х годов 19 века он отправляется в самое сердце Африки, в Эфиопию. Дело в том, что тогда местному правителю Менелику понадобилось оружие, чтобы поднять восстание против тогдашнего Эфиопского императора. Рэмбо подряжается доставить Менелику ружье и отправляется в этот опасный и длительный поход. Поход заканчивается удачно. Менелик, в конце концов, в 1889 году восстанет против императора, сделается императором Менеликом II, объявит себя наследником царя Соломона и царицы Савской, перенесет столицу Эфиопии в Адис-Абебу, нынешнюю столицу, а также станет основателем новой династии. И наиболее любимым правителем из этой династии станет его племянник Хайля Селасия. А вот для Рэмбо поход закончился не так удачно. У него начинала болеть нога, и в 1890 году ему приходится возвращаться в старый свет. В конце концов, нога ему ампутирует, и он умрет, безвестный, всеми забытый, в Марселе, в окружении своей семьи. Всего через семь лет собрание сочинений Рэмбо опубликуют в Париже. Тогда же, в 90-е годы XIX века, его друга Поля Верлена коронует как принца поэтов, а на Рэмбо будут ориентироваться все последующие поколения французской, американской, российской поэзии. Даже несмотря на все эти подробности биографии Рэмбо, он по-прежнему остается личностью загадочной. Все, что от него осталось, это три небольших сборника стихов, несколько писем, пара фотографий, ну и какие-то портреты и зарисовки. Мы до сих пор мало что знаем об этом замечательном поэте. Действительно, гений, который изменил весь ход мировой литературы. Для того, чтобы ближе познакомиться с творчеством этого замечательного человека, я бы советовал почитать его стихи. У меня есть замечательное издание, где есть его стихи на французском и на русском. И на русском стихи приводятся в разных переводах разных поэтов, как Серебряного века, так и современных. На создание этого ролика меня также вдохновила книга африканиста из МГУ Михаила Вольпе «Артюр Рэмбо. Смертельный искус Африки», где довольно подробно излагается его биография, а также больший упор сделан на африканский период жизни Рэмбо. Помимо этого, я бы хотел посоветовать эссе замечательного русского публициста Евгения Всеволодовича Головина. У него есть несколько эссе о Рэмбо и алхимической и неоплатонической традиции, где он высказывает довольно интересные мысли о том, почему стихи такого молодого и провинциального поэта насыщены таким глубоким символизмом. А в заключении этого ролика я хотел бы пожелать вам почаще сталкиваться с вещами, которые бы переворачивали все ваше видение мира, например, эстетическое. И всего хорошего. До новых встреч. В каждом взгляде издевка На Монмантре играют в бридж Наглый, красивый, как девка Рэмбо явился в Париж Голландский солдат на Суматре Оружие диких племен Химеры, богоматери Пьяный сатир Верлен Эти французские мэтры Бенсерат или Вуатюр Какие к черту поэты Кроме тебя, Артюр Быть поэтом, о боже Ободран семнадцать лет Бросается в шами в прохожих И пьет голубой абсент Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!